Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим, что же такое криптовалюта максимально простыми словами. С вами канал Просто Крипто и давайте начинать разбираться! Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании, потому что там мы регулярно постим инсайты, а также самые последние актуальные новости из рынка криптовалют. Ну а также регулярно проводим денежные конкурсы и розыгрыши. Ну и также, если ты трейдер, то рекомендую тебе зарегистрироваться на бирже Bybit, тоже по нашей реферальной ссылочке из описания, чтобы получить денежный депозит для торговли, а также скидку на торговые комиссии. Ну а мы начинаем! Традиционными деньгами сегодня умеют пользоваться даже дети. А вот что такое криптовалюта, простыми словами объяснить может не каждый. Итак, что же такое эта криптовалюта? Криптовалюта это единица учета операций внутри децентрализованной платежной системы. Бла-бла-бла. А теперь простыми словами. Мы привыкли переводить деньги, делать покупки или продажи с помощью банков. Они централизованы. То есть информация обо всех транзакциях находится в одних руках. И факт перевода денег с одного счета на другой также подтверждается банком. Эту операцию нельзя провести дважды или сделать вид, что ее не было. Поскольку банк отвечает за ее подтверждение и безопасность. И за свою работу банки взимают комиссии с клиентов и диктуют свои условия пользования финансовыми продуктами. Криптовалюта работает достаточно схожим способом. Но есть одно важное отличие. У криптовалюты нет единого центра. Информация об операциях хранится на тысячах компьютеров по всему миру. Она объединяется в блоки. Блоки в цепочке, которые защищены криптографическими ключами. И эта технология называется, правильно, блокчейн. Если изменить информацию в любом из блоков, то изменится и вся цепочка. Криптовалюта не контролируется государствами или центральными банками. Она делает обработку транзакций независимой, прозрачной для всех участников сети компьютеров, включенных в блокчейн. И при этом еще и анонимной. Юридический статус этих операций во многих странах из-за того, как работает криптовалюта. Простыми словами можно подытожить. Криптовалюта заменяет собой банки и традиционные платежные системы. Выводя финансовые операции из-под контроля государств и корпораций. А теперь следующий важный аспект, что значит майнить криптовалюту. Блокчейн формируется неперерывно с появлением данных о новых операциях. Для обработки транзакций в блокчейне и подбора ключей для шифрования нужны вычислительные мощности и усилия. За эту работу люди, которые ее выполняют, получают вознаграждение. И единицей этого вознаграждения и является монета. Биткоин, лайткоин, эфириум и любая другая. Это пример того, как работает майнинг криптовалюты. Простыми словами, его можно описать как процесс запечатывания блока в блокчейне, который поддерживает существование платежной системы и самой криптовалюты. Ну а майнинг это один из вариантов того, как эту криптовалюту заработать. Простым его не назовешь, сейчас в двух словах объясню почему. Поскольку вычислением ключей занимается сразу несколько компьютеров внутри ячейки, между ними существует конкуренция. И вознаграждение получает тот, кто владеет лучшим оборудованием и делает это быстро. Из-за этого майнинг становится все более дорогостоящим и энергозатратным. Поэтому индивидуально люди занимаются им все реже. Обычно люди или компании собираются вместе и закупают большое количество компьютеров. Их подключают к сети на постоянной основе, чтобы производить вычисления и вот это называется ферма криптовалюты или майнинговая ферма. Так, с майнингом разобрались, теперь давайте же разберем особенности криптовалюты. Основные характеристики заложены в самом определении того, что такое криптовалюта. И простыми словами для чайников можно выделить несколько ключевых признаков. Первое это децентрализованность и отсутствие контроля. Информация о транзакции в блокчейне хранится на огромном количестве серверов по всему миру. И она в равной мере доступна всем участникам. Второе это анонимность. Несмотря на открытость информации об операциях, пользователи видят только номера кошельков друг друга. Например, как номер счета в банке или реквизиты карты. Ну а владелец кошелька остается неизвестным. Третье это необратимость транзакций. Запись об операции в блоке ведет к изменению всей цепочки. Поэтому отменить операцию не получится. Ну и четвертое это отсутствие физической формы. Все изображения с монетками не более чем символика. Это значит, что криптовалюта компьютерный код. Ее нельзя потрогать, положить в карман, пощупать и так далее. А криптовалютный кошелек представляет собой хранилище информации онлайн или на устройстве. То есть с привычным бумажником у него нет ничего общего. Несмотря на это, у криптовалюты, как и у традиционных денег, есть эмиссия. Она может быть ограниченной или неограниченной. Давайте разберем эту особенность криптовалюты простыми словами на примере биткоина. В его исходном коде заложено, что общее количество монет не может превышать 21 миллион. И эмиссия влияет на цену криптовалюты. Ведь если выпускается новая порция монет, то стоимость единицы обычно падает. Ну и финалочка. Зачем же нам нужна криптовалюта? Ну и почему за ней будущее? В 2009 году человечество узнало, что такое биткоин. И криптовалюта постепенно стала частью информационного поля. Сегодня же существуют тысячи, даже и десятки тысяч криптовалют. И у каждой из них есть свои особенности и предназначения. Первое это криптовалюта, как и обычная валюта, платежный инструмент. Ею можно рассчитываться за товары, услуги. Уже сегодня многие компании принимают к оплате биткоина и другие популярные монеты. Затем блокчейны позволяют быстро и без комиссии обрабатывать транзакции. Скорости работы многих современных криптовалют близки или превышают аналогичные показатели традиционных платежных систем, таких как Visa и MasterCard. Простыми словами, то, для чего нужна криптовалюта, можно описать как проведение финансовых операций быстро, без посредников, анонимно и децентрализованно. Также криптовалюты возникают как токены блокчейн-проектов, децентрализованных финансов, дефи, приложений, play-to-earn игр или обычных игр и так далее. Это может быть как внутренняя расчетная единица такой сети, так и способ развивать сам проект и привлекать к нему новые ресурсы. Например, одна из самых популярных монет, Ethereum, сформировала большую сеть, которая обслуживает смарт-контракты. Ну или еще более простой пример. Ты веришь в компанию Apple, ты покупаешь акции компании Apple. Так и в криптовалюте. Большинство криптовалют не привязаны к золоту или традиционным валютам. Их курс колеблется на основе спроса и предложения на рынке. Поэтому монеты отличаются высокой волатильностью и многие успешно зарабатывают на колебаниях котировок, продавая и покупая криптовалюты на биржах. Ну а трейдинг это еще один способ применения криптовалюты. Ну и напоследок, многие криптовалюты демонстрируют впечатляющий рост в долгосрочной перспективе. Уже упомянутые биткоины и Ethereum выросли в десятки тысяч раз с момента появления. Поэтому криптовалюта это рисковый, но весьма прибыльный и перспективный финансовый инструмент. В общем, резюмируя все, что я сказала ранее, самые крутые фишки криптовалюты это децентрализованность, анонимность, скорость и цена транзакции, ну а также тот факт, что на ней можно заработать, просто вкладываясь в проект, в который вы верите, ну или же спекулируя на колебаниях высоковолатильной цены. На этой ноте наше видео подходит к концу. Надеюсь, что тебе было полезно и что ты теперь наконец-то понял, что же такое криптовалюта и насколько она перспективна. Если тебе понравилось это видео, то, пожалуйста, не забыв поставить лайк, а также колокольчик, ну и подписаться на канал. И, конечно же, пиши в комментариях, о чем бы ты хотел в следующем видео, ведь таким образом мы с тобой будем делать контент вместе. С вами был канал Просто Крипто и помните, что крипто это просто.